ВСУ в Новой Каховке уничтожили еще один склад с боеприпасами российских оккупантов. Идет мощная детонация. Местных жителей просят держаться подальше. Люди в чате пишут, что в яхт-клубе в Новой Каховке сидел офицерский состав. Теперь лежит. Также был прилет по Береславу и по железнодорожному мосту. Несколько ракет прилетело по скоплению техники рашистов. В общем, до милитаризации идет полным ходом. В скором времени оккупанты могут совершить акт доброй воли. Тем временем с Крыма был замечен вылет боевой авиации в сторону Херсона. Туда выдвинулись вертолеты К-52, Ми-8 и Ми-24. Неизвестно, какое у них задание. Проводить эвакуацию VIP-персон или же участвовать в боевых действиях. Ближе к ночи появилась информация, что ВСУ смогли сделать прорыв вглубь территории, контролируемой россиянами и освободили четыре населенных пункта, Новодмитровку, Архангельское, Томину, Балку и Правдино. Люди пишут, что были мощные прилеты по российским базам в Мелитополе и Бердянске. В Бердянске горят боеприпасы. Я вас уверяю, что этой ночью российские убийцы будут ходить в свои памперсы от страха без остановки. А это мы только начали. А пока люди упорно следят за новостями из Херсонской области, на Харьковском плацдарме происходят не менее интересные события. А только что стало известно, что рашисты закрыли Крымский мост в сторону Севастополя. Вероятно, чтобы вывести из временно оккупированного Крыма военную технику или же тушки вип-персон.